Мир вам, дорогие друзья, дорогая церковь, приветствую вас, любовью нашего Господа, Которому мы верим, Которому мы пришли сегодня в Дом Божий поклониться, Сказать о своих переживаниях, проблемах. Некоторые люди рассуждают так, может просто это говорят, А на самом деле по-другому думают, дай-то Бог, Но они говорят, что мы пойдем в воскресенье на собрание, чтобы там пообщаться с Господом. Если мы в воскресенье приходим на собрание только здесь и общаемся с Ним, То какую жизнь остальную мы можем вести без Него, без общения с Ним? Мы здесь приходим прославить Его, мы здесь приходим пообщаться с народом Божиим, Друг с другом, утешить, ободрить друг друга, поддержать друг друга, Вместе совершить молитву пред нашим Господом. Ну и конечно же у нас здесь идет или продолжается наше общение с Господом. Пусть оно не прекращается в нашей жизни, когда мы уходим отсюда, Когда мы идем в дома наши, когда мы идем на работу, когда мы едем в машинах, Пусть оно не прекращается, даже когда мы ложимся отдыхать, Потому что нередко Бог особо создает тишину, атмосферу тишины в ночное время, пробуждает нас. Мы думаем, что у нас бессонница от наших переживаний, А это просто Бог хочет с нами пообщаться. И Он пробуждает нас от сна. Нам порой жалко время, утром рано на работу, тяжелая работа, Но знайте, что общение с Богом укрепит наши силы, поддержит нас. Проведенное общение с Богом никогда не будет ущербным для нас. Оно всегда будет давать нам много и много новых сил, новых благословений, Новых благодатьей Божьей. И в этом великое благословение в нашей жизни. Я хочу прочитать, так вот пришло на память, Размышлялась вчера вот вечером, когда ехал сюда, 17 глава Евангелия от Матфея. 17 глава Евангелия от Матфея. Сначала прочитаем здесь несколько стихов. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, И возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот и вились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Присемь Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, Тебе одну и Моисею одну и одну Ильи. Вот такое вот событие произошло в жизни учеников, о чем один из них написал для нас. Мы когда читаем подобные встречи или общения с живым Иисусом Христом, общения, когда ты Его видишь, когда ты с Ним общаешься, естественно, мы думаем, если бы нам выпало такое счастье, общаться с Ним вот лицом к лицу. Мы были бы совсем другими, мы бы изменились, мы бы забыли про этот грешный мир и все, что есть в нем. Интересно, вот давайте мы посмотрим, что Иисус берет трех учеников. Почему этих троих мы знаем? Они всегда как-то были ближе к Нему. Не потому, что Он лицеприятие имел, как и в церкви бывает, как и с нами бывает. Христос кого-то, мы видим, больше благословляет, или с кем-то больше общения имеет, с кем-то меньше. Это не так. Это наоборот. Кто с Ним больше общения имеет, тот и ближе к Нему. Кто с Ним больше общения, а не с кем Он? Он одинаково ко всем относится. И от того, как близок Он к нам или нет, зависит уже не от Него. Не от Него, зависит от каждого из нас. Какую жизнь мы ведем, христианскую нашу. Как мы относимся к Нему, к Его заповедям. Как мы относимся к всему, о чем Господь нас учит и воспитывает. Вот здесь мы прочитали. «И преобразился, возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними». Преображение Христа. Знаете, эта гора так и называется, по-моему, гора и преображение до сих пор. Гора преображения. Христос преобразился пред ними. Таким, каким они Его не видели. Свет, лицо Его воссияло, просияло, как солнце. А здежды Его сделали с белыми, как снег. Другой евангелист описывает более подробно, что ученики уснули перед этим. И как только Христос преобразился, они просыпаются. Видимо, подъем в гору, усталость. И вот они вздремнули, задремали. И здесь преображение. Преображенный Христос. Явились Моисей и Илья с ним беседующие. Вот мне очень важно, кажется, нам подметить то реакция учеников и конкретно Петра на то, что они увидели. Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем трекущие». И объясняет, как он это себе представляет. «Господи, хорошо нам здесь быть». Давайте обратим на это особое внимание. То, что он сказал, сделаем трекущие. Другой евангелист пишет, потому что просто не знал, что говорить. Вот бывает ситуация от печали. Эмоциональные такие вот ситуации в нашей жизни или наша реакция на какие-то события неожиданные. Бывает от печали, бывает от восторга. И мы порой наговорим такого, потом вспоминаем, как я мог такого наговорить. В эмоциях мы не контролируем свои слова. Мы эмоционально выражаем то, что вокруг нас происходит, или что мы увидели, или в чем мы находимся сегодня. Это и хорошо, это и плохо бывает. По-разному, в зависимости от того, какие мы в этот момент. И вот он говорит, «Господи, нам здесь хорошо». Намек на что? Сделаем трекущие. Что такое кущие? Это шалаш. Обычный шалаш. Даже в Иудее, вы знаете, в Израиле есть праздник кущи, когда в определенное время весь народ уходит из своих домов, строит шалаши и там живут. Зачем? Что, дома хуже жить? Шалаш лучше дома? Устроена благополучно, благостроена квартира? Да, нет? Потому что хорошо здесь быть, это оттуда пошло. Когда хорошо, то и шалаш является дворцом. Знаете, так вот, выражение существует такое, «С милым и в шалаше рай». Знаете это? Переживайте, нет? Интересно, что, я вот думаю, что, кстати, по этому вопросу, что «с милым и в шалаше рай» это вот отсюда взято. Это отсюда. Многие вот какие-то выражения, мудрости человеческие, пословицы какие-то, они взяты из Библии. Вот, например, народная, да? Утро вечера мудренее. Это же в Библии. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Я не буду вам перечислять, не это моя тема сегодня. Я нашел около 10 таких событий, которые выражения народные, а не фактически библейские. Они идут оттуда. Люди их говорят, не вкладывая в смысл божественный дух, а мы-то это знаем, о чем идет речь. Вот вечером водворяется плач, а на утро радость почему? Поспал? В молитве ночь провел. Вот и радость на утро. А с вечера мрак, а с вечера тупик, и ты не знаешь, что делать дальше. Но Бог ночью начинает разговаривать. Не эта тема моей проповеди. Я бы хотел, чтобы вы там тоже когда-то поговорили. И рассуждайте дома у себя, когда вы собираетесь о том, как меняет Бог ситуацию, когда мы начинаем общаться с Ним, когда мы начинаем спрашивать у Него, не просить, а спрашивать. Вы чувствуете разницу? Когда мы просим, дай, 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 Господь говорит, ну даю, ну толку-то, ну все, у тебя есть, ты еще дай. А вот спрашивать, Господи, это мне нужно? Господи, это мне делать? Мы часто что делаем? Мы много разговариваем, много ведем разговоров. Ну, в церкви мы более аккуратны, более ограничены, как-то разговор, контролируем свою речь. А так вот в каких-то общениях, в таких, знаете, свободных, мы не всегда контролируем свою речь. И вот как важно не думать про что я такое сказал, ой, наговорил всего. А сначала подумать, сказать это или нет. Огромная разница. И Господь дал нам разум, и Он очень хорошо у нас должен работать, особенно разум верный у всех соблюдающих заповеди Божии. Он развит намного больше. У людей развиты больше эмоций. Эмоционально говорят, накричат, потом не знают, что делать. У верующих людей разум развит быстрее, чем эмоции. И, потому что Бог нам дал эту благодать, этот дар думать, взвешивать, не торопиться. Не думать, что, о, буду пока думать, что-то произойдет. Нет, ничего плохого не произойдет, если будешь думать. Произойдет плохое тогда, когда не будешь думать. Здесь эмоции мы видим апостола, эмоции учеников Иисуса Христа. Конкретно Петра. Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущие. И кому? Тебе, Господи, Моисею, Илии. А вам троим, с кем вы будете? Кто-то вас к себе возьмет в свою кощу по одному? Где? Вот интересно, когда мы видим славу Божию, мы о себе перестаем думать. Мы даже не думаем, что у нас есть завтра, послезавтра. Вот действительно, посвящаешь, поглощает вот все это Божье присутствие. И ты погружаешься в благодать Божию и говоришь, Господи, все Твое. Все от Тебя, Тобою и к Тебе. Поэтому ты сам устраивай все, что считаешь нужным. Ты сам знаешь, что мне будет благословением, а что будет мне проблемой в дальнейшем. Ты видишь наперед. Если ты чувствуешь, что это будет проблемой, а мне это очень хочется, не давай мне этого. Не давай. Я потом пойму, прославлю тебя. Хотя сейчас не понимаю. Христос так и говорит, что я делаю, теперь ты не знаешь, уразумеешь после. Нам нужно просто уметь ждать обетований Божьих. Ждать того, что Бог готовит нам, ведет. Он иногда проверяет наше терпение. Включаем ли мы долго терпение? Можем ли мы ждать? Здесь вопрос веры. Хватает ли веры? Ой, Господь забыл. Он, наверное, не так совершенно действует, как говорил или обещал. Это мы часто действуем не так, как обещают. О нем написано, верен обещавший. Он говорит, я ли сказал, я не сделаю. Это и в негативе, и в положительном смысле. В наказании Божьих и благословениях. Если Бог сказал, Он говорит, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно исполнилось. Он сказал, и Он бодрствует. Он наблюдает, как работает Его Слово. Это хороший пример и урок для нас. Хорошо нам здесь быть. Вот интересно, я рассуждал, что эти ученики, где они жили до этого, чем они занимались, где они ходили. Израиль небольшой. Нам жену, милость дал Бог, как-то пригласили друзья. И вот мы пару лет назад побывали в Израиле. Я был на этой горе Преображения. Я думаю, здесь находящиеся тоже немало, кто бывал, кто не бывал, то не экономьте на поездке в Израиль своих средств. Съездите туда, не пожалеете. Не пожалеете. Надо побыть там, где был Христос. Походить, посмотреть, прочувствоваться всем этим. И вот когда мы были в Питером, один с нами гид, который нас сопровождал, и нас две семьи. И мы взяли машину, и вот подъехали к горе Преображения. Говорит, вот гора, она очень высокая, она так вот идет, там, как серпантинный подъем такой напрямую. Невозможно заехать, и дороги прямой нет. Как я не знаю, Христос с учениками поднимались. Очень сложно. И когда мы туда подъехали, и я за рулем ехал, я остановился, отбывать внутреннее побуждение. Внутреннее побуждение. Помните, как Петр сброс одежду и бросается в воду. Господь идет по воде. С чего ты в воду бросаешься? Ну правильно, плавать умеешь. Но все равно как-то вроде неприлично. Ну плыви, подплывай, Христос подойдет. Христос идет по воде. Попробую и я пойти. И вот написано, что если в мире поступаем, как Он, идем по Его следам. Это, конечно, в духовном плане, но иногда в физическом тоже. Мне захотелось пройти на эту гору пешком, как шел Христос с учениками. И я, там, брат, который еще с нами был, говорю, садитесь за руль, лежайте. А гид мне говорит, не дойдешь, не добежишь, там очень высоко. Это кажется, что вот дорога очень дальняя. Я говорю, ну сколько смогу? И когда они уехали, я поставил задачу бежать туда. Не идти, а бежать. Но потом я немножко пробежал, я понял, что я не добегу. Я поставил вторую задачу, более легкую, дойти, но не останавливаться ни разу. Я практически не остановился, только в одном месте я увидел такой, какой-то закуточек такой, вот среди этих гор, вот этих камней. И там такое, ну место небольшое. И я остановился там и поставил такой из камней жертвенник Господу. Я там помолился. Я там сказал самые, может быть, слова, которые редко, когда Богу говорю, самые-самые сердечные. И поставил этот жертвенник, прославил Бога, побежал дальше. Когда я уже туда добежал, они уже выходили, ждали меня на выезде оттуда, не знали, что со мной. Прихожу, и я весь уставший, но мне лица нет, но я счастливый был. Я счастливый. Я думаю, правда, сделать бы там кущей и побыть бы, остаться бы на горе преображения, денек-другой. Но, друзья, есть у нас эта возможность, есть возможность. И апостол Петр сказал эти слова, нам здесь быть хорошо. Возможно, ученики до этого бывали там не раз, в детстве бегали туда, ходили вокруг горы, да куда-то поднимались. Но никогда хорошо так им не было. Никогда. Интересно сверху посмотреть на то, что внизу происходит, с высоты горы. Но хорошо, говорит, настолько, что хочу здесь остаться, жить в шалаше. Но с тобой, Господи. Почему вдруг здесь стало так хорошо, как не было никогда для этих учеников? И как не было в другом месте. Потому что Христос. Да, там еще и пророки. Но Христос. Если была встреча с пророками, с друзьями, это не то. А вот со Христом. Хорошо нам здесь быть, Господи. Они увидели сияющего Господа. Они увидели Его славу. Конечно, они не хотели обратно спускаться с горы и снова в обыденной свою жизнь со всеми проблемами. Когда придут ко Христу больные, немощные, бесноватые. И все, это такая вот тяжелая повседневная жизнь. А вот преображенный Христос, с Ним побыть, хорошо здесь быть. Друзья, это не важно на горе, это не важно, ли вы находитесь в своем доме, вы находитесь в подвале своего дома или в верхней комнате. Это не важно, идете ли вы пойдете в парк прогуляться, посидеть, или вы на работе, или вы в дороге. Нам вот спросить вот сегодня любого человека, себя спросите, мне сегодня, то есть не именно воскресенье, а вот это время, ближайшие прожитые дни, хорошо или плохо. И многие не скажут, кто хорошо тебе скажут, да мне очень хорошо, кто плохо, кому плохо, ну редко скажут, скажут, ну всякое бывает, слава Богу за все. Давайте подумаем. Я вот хотел на это обратить внимание и дать вам такое пожелание. Почему нам, верующим Бога, людям, бывает нехорошо, бывает плохо. Если с нами, если у нас нет здоровья, что с тобой, у меня что-то нехорошо, ты что-нибудь поел, ты где-то простыл, у тебя болит голова, ты перетрудился, от чего-то, сразу ищем причины, сразу ищем причины. Если вы пойдете к врачу, он вас обязательно задаст вам несколько вопросов, почему это с вами, а вы это были, а вы это, то, вот это не кушали, а вот там вот случайно не бывали, где, может быть, какие-то могут быть инфекции и все прочее. Причину найти, почему плохо. Если с Господом общение мы имеем, плохо просто быть не может. Да могут люди быть бедными, да могут люди также продолжать болеть, да могут разные переживания не оставить нас, пока мы еще без работы или еще без каких-то удобств. Но почему-то нам хорошо, мы даже понять не можем, мы объяснить не можем людям, которые нас спрашивают, почему ты радуешься. Чему ты радуешься? У тебя нет того, что есть у меня. Ты радуешься? Да ты посмотри, как ты живешь. Да ты посмотри, и здоровье не то, и что-то еще не устраивается. Хорошо. Не могу понять. Хорошо. Со Христом, потому что хорошо. Плохо без Него сделаем, говорит, давай здесь устроим себе место и будем здесь жить. Нам здесь хорошо. Хорошо. Вы заметьте, что у ученики Иисуса Христа им было хорошо, они были в славе, когда Он отвечал фарисеям на их вопросы своей мудростью, когда Он исцелял, когда Он воскрешал людей, когда Он помогал людям, когда Он проповедовал. В это время они старались быть ближе к Нему, пусть все видят, что мы с Ним. А когда им плохо? А когда им плохо? Заметьте, вы найдите историю в момент жизни Иисуса Христа учеников, чтобы они сказали, нам так плохо около Христа. К тому же Петру было очень плохо. Он горько заплакал в один из моментов в жизни своей, по крайней мере из того, что мы читаем. Ему так было плохо, что он не постыдился, горько зарыдал, написано. Горько заплакал, значит зарыдал. Плачущая женщина – это еще как-то. Плачущий ребенок – это нормально. Плачущий мужчина – это ужасно. И когда он рыдает, то все вокруг озираются в семье. Плачет ребенок маленький, заходит, все смеются. Ой, проснулся, заплакал, сейчас пойдем поиграем с ним. Заходят дети из школы, приходят. Мама плачущая, притаили, что делать? Рыдающий отец, мама, что случилось? Это страшно. Значит, совсем все плохо. Если Петр зарыдал там во дворе первого священника, у него была причина. Какая причина? Он остался без того, с кем ему было хорошо. Вот причина. Вот причина. Не потому, что Христа будут распинать. Не потому, что его арестовали и били его. Не поэтому. Ему плохо от того, что он предал Христа. Что он отказался, отрекся. Что он не с ним. Он потерял его. Это самое страшное. Ни удары, ни побои, ни болезнь, ни недостаток. В чем-то не это проблема. Проблема, когда Христа не с нами. Это самое страшное. Я не рассказываю вам какие-то свои только переживания. Я уверен, сидящие вы здесь скажете, мы это хорошо все знаем. Но я хочу дальше сказать, друзья, может сегодня это кто-то переживает. Плохо. Почему? Мне уже давно плохо. Почему? Ты думаешь, что когда-то это должно закончиться или так должен и уйти в могилу со своей проблемой. И ты ее можешь остановить. И ты беду можешь убрать из своей жизни. Я не могу, я старался. Ни один человек как-то разговаривали с своим проблемами. Вот в одной церкви я был. Разговаривали. И он говорит, мне так тяжело. Я уже ничего не могу. Я больше не могу. Я говорю, какие хорошие слова ты сейчас сказал. Ты больше не можешь. Слава Богу. Понял теперь? Давай будем молиться. Может Бог. Бог может. Он начнет действовать. Может потому он и не действовал, что ты сам пытался. И думал, я все могу, я сам. Ты понял, что ты больше не можешь? Бог давно ждал от твоих слов. Вот сейчас в молитве эти слова скажи Господу. Это фактически слова, это тематика покаяния. Я больше так не могу. Я больше не хочу. Я не умею. У меня все рушится. Вот эти слова, с которых, или эти мысли, по крайней мере, с которых начинается перемена в лучшую сторону, где меняется душа человека, где меняется наше отношение к Господу. Он ждет этих слов от нас. А мы мучаемся, мучаемся и стыдимся сказать эти Богу слова. Или не хотим сказать. А не лучше ли их сказать, чем нести снова свою проблему? Интересно, что ученики помните. Я не буду этим места напоминать все. Они радовались. Написано в Деянии апостолов. Там в одном месте, даже так вот, я просто, это место Деяния апостолов, пятую главу, ее нельзя не прочитать, эти стихи. Пятая глава. Вот. Значит, мы здесь читаем про учеников, когда их преследовали. И сороковой стих пятой главы. «И призвав учеников, били их, и запретив им говорить от имени Иисуса, отпустили их». Били. Это же не то, что по чечну подошли дали. Били, избивали. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа удостовались принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благословить об Иисусе Христе. Били. Может быть, подбитый глаз был, синим, все залито кровью. И вот, представляете, это избитое лицо ученика, учеников, Петра, других идут, и эта улыбка на лице избитого человека радуется, что за имя Иисуса удостовались принять бесчестие. Это говорит о том, что у нас радость идет изнутри, а не снаружи она, изнутри. Эта радость, написано, никто не отнимет у нас. Это удивительно, но это так. Павел и Сила находятся там тоже. Их избили, ввергли, просто избили страшно, ввергли в темницу, заковали в оковы. И что они? Ну, конечно, должны, давай, брат, молиться. Давай, крепись, держись, может, умрем так вместе, ко Христу, к Господу пойдем, утешать друг друга. Это подвиг так вести себя. Но они пошли дальше. Они поют. Ночь. А все не спят, кто в камере, кто с ними в тюрьме. Узники слушают их, а они поют. Они посчитали, что мало того, что утешит друг друга. Чего апостолу Павлу утешать своего брата силу? Чего силе утешать своего брата апостола Павла? Когда они оба радуются. Зачем радующегося утешать, скажите, пожалуйста? Они одинаково мыслят. И у них дуэт, пение, прославление Бога. Избитые, израненные. Может, с дыханием было что-то. Может быть, отбили почки или что-то. Может быть, они с трудом. Это не было такого песня, песнопения, которое могут петь люди, подготовленные, с хорошими голосами поставленными, со всеми условиями. Это пение, может быть, шипение было какое-то. Может, сгустки крови изо рта шли вместе с этими словами. Но они пели и славили Бога. И узники слушали. Вот такое пение. Слушай. Сегодня я сейчас сижу, вот у вас участие. Я думаю, какие таланты в христианских кругах, в наших церквах, в наших рядах. Какие таланты, какое пение. Как прекрасно, когда поет душа, и из души идет, и голос идет из души, которая тоже поет и славит Господа. Но, возможно, придется петь и в других условиях. И тоже пойте. Славьте Бога и там. И там Бог принимает эту жертву. Это уже жертва песнопения. Хорошо нам здесь быть, говорит апостол. Помните, однажды слова такие прозвучали для Савла. Когда он только встретился со Христом. Девятая глава Деяния Апостолов. Является ему Бог. Он идет гнать церковь Христова. Бог ему является Господь и говорит, Савла, Савла, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти. Он не думал, что ему трудно. Он налегке, вокруг него война, у него власть, у него сила. Может, на лошадях они были. Они вот, безоблачное небо, ни тучки, как говорят, ниоткуда не может прийти беда. И он идет и думает, ему очень легко. Он не понимает, что ему трудно. Видит это Господь. Он говорит, трудно тебе идти, ты против кого пошел. Он через несколько минут это понял, наконец, и пал пред Богом. И кричит, что повелишь мне делать. Знаете, иногда мы сами не знаем, что с нами происходит. Вот мы, когда у нас что-то заболит, мы идем к врачу. Неужели другой человек скажет про меня больше, чем я сам? Кажется, это так, да? Неужели другой человек знает про меня больше, чем я? Почему я иду к врачу? Потому что я не могу разобраться в себе. Врач, как специалист, может, по каким-то определенным моментам, по каким-то действиям моим, по поведению, по всему, он выяснить и найти причину моей болезни. Вот интересно, да, получается, что другой человек, и здесь Господь конкретно, а не врач какой-то, обращается и говорит, тебе трудно, а он не считает, что трудно. Потом он понял, как трудно. Потом он понял, какая опасность грозила ему. Если бы еще несколько шагов, Бог мог бы и вообще его уничтожить. Он говорит, трудно тебе идти. Бог знает, когда нам трудно, друзья. Даже когда нам кажется, что нам не так-то и трудно. Или мы делаем вид, что не трудно. Трудно идти. Почему? Почему? Идти против, в данном случае, Христа, Бога. Ты идешь против Бога. Ой, я не думал, я не знал. Нарушая Божие повеления. Бог говорит, пойди туда, ты бежишь в другую сторону. Трудно идти. Знай, беда ждет впереди. Легко идти туда, куда Бог направляет. И это является благословением. Знаете, интересно, что все это вопрос является нашего доверия Богу. Наши веры. Вот Евангелие от Луки мы читаем. Последняя глава, вы знаете, там 24 главы. Последняя глава, она очень расписана, эта история. Когда Иисус Христос уже воскрес, еще никто об этом не знал. Никто не верил в это, кто даже уже был на том месте захоронения. И вот здесь в это время уже третий день, как Христос. Фактически Он воскресший. Он воскрес уже после своей смерти и погребения. И вот идет в Имаус, два ученика идут. И написано, и Он идет с ними. Он как бы догоняет их, похоже, так. Он как встретился с ними. И это был промысел Божий. И Бог знает. Вот написано, что и разговаривали между собой. Когда они разговаривали, рассуждали между собой. Приблизившись, пошел с ними. Вот как приблизившись. Интересно, что вот нам трудно. Нам можно определять или хотите поточнее что-то узнать о Христе, даже детали. Читайте внимательно. Я вот думаю, смотрите. Ученики из Иерусалима в Имаус. Они бегут от беды к спасению, да? Нельзя сказать. Идут, рассуждают. Хотя здесь написано. Но можно представить, их шаг даже был поспешный. Они быстрее уходили из этого города, где им грозит опасность. Где убили Господа. Они торопятся. Они спешат. Христос написано. Смотрите. Вот это слово. Приблизившись, пошел с ними. Как приблизившись? Догнал их. Получается, почти бегом Христос догоняет их. Торопится. Торопится догнать. Интересно. Для меня вот это тоже такое слово, может, незаметно, на первый взгляд, стало уроком. Когда я бегу куда-то от Господа, Он не просто стоит перед дорогой у меня. Когда я нарушаю Его заповеди, убегаю и решаю свои проблемы сам или по своим интересам, Он меня догоняет. Зачем? Наказать? Остановить. Он догоняет. Господь за мной бежит. Спешит. Зачем? Кто я Ему? Я ухожу. Можно же сказать. Ну, иди. Иди. Посмотрим. Вернешься назад. Поймешь, что значит без меня. Вот впадешь в такую ситуацию, что вспомнишь и прибежишь ко мне. Да. Но сколько милости в Господе. Он хочет поговорить. Он хочет укрепить нашу веру. Вы посмотрите. И когда эти два ученика рассказывают, ему не узнавая, что это Он, Христос воскресший, они говорят, и ему такие вот распяли Его. Мы надеялись было, что Он тот, который должен избавить. Мы уже было надеялись, а мы уже было поверили. Представляете, как его слушать Христу? Это от своих учеников. Мы уже было поверили. Мы уже надеялись, что Он тот. Дальше они идут, беседуют. Христос начинает им говорить, рассказывать со стороны все это. Они как будто чего-то еще не понимают. И потом, когда они приблизились к тому месту, селению, куда шли, Он делает вид, что хочет идти дальше. То есть, ну хорошо, братья, все, давайте вам здесь, мне надо идти дальше. Все, удачи, как мы говорим, до свидания, по рукам там, или по плечу похлопать, или обнять. Давай, иди. Что делает? Смотрите, Христос делает вид, что Он идет дальше. Они удерживают Его. Останься с нами. Вот эти слова можно было продлить словами апостола Петра, который он сказал на этой горе. Хорошо нам с тобой. Останься с нами. Интересно, мы всегда, я всегда в детстве, помню, вот это место понимал, что они говорят, не уходи, ведь ночь скоро стемнеет, потому что день, они говорят, склонился к вечеру. Как ты один пойдешь дальше? Они не о нем переживают. Они переживают, хотя их двое, а он один. Они говорят, останься с нами. И мысли дальше пошли. Нам без тебя плохо, нам без тебя страшно. Они вдвоем, им вдвоем плохо, им вдвоем страшно. И Христа, они даже не знают, что это Христос. Ну, дальше что они сказали? Не горело ли нас сердце, когда Он говорил с нами? Потому что Христос, когда сел с ними ужинать, покушать, и Его не стало видно, Он стал невидим. И они говорят, не горело ли нас сердце, когда Он говорил нам на дороге, изъяснял написание. Знаете, иногда мы можем не верить друзьям. Иногда мы можем не верить даже близким друзьям. Иногда мы можем не верить своим ушам. Говорят, я ушам своим не верю. Мы не верим своим глазам и говорим, я глазам своим не верю. Ты ли это? Не верьте. Не всегда верьте глазам, ушам, друзьям, словам. Верьте сердцу. Горит сердце, значит, что-то особое. Горит сердце, которое побуждает нас искать Бога, побуждает нас задать Ему вопрос, побуждает нас исполнять Его заповеди, побуждает нас изменить свою жизнь. Сердце начинает гореть, и потом уши и глаза, все оживет после горячего сердца. Если горит в сердце, задумайтесь, в тот момент, это как пожар, это как такой, знаете, порыв огня, оно не всегда будет гореть, оно горит, а потом утихает, как хорошо, и будем вспоминать, ой, как было хорошо. Он сидел на собрании, слушал, так хорошо, так отдохнул душой, пришел домой, а здесь опять эти все проблемы, эта вся суета, что же делать, что же делать, куда же, как же, эти все кредиты, долги, с детьми проблемы, может, у мужа с женой непонимание, что же это? Горит сердце, возьмите Христа, придите снова, обновите свои отношения с Ним. Вот мы иногда думаем, мы приняли крещение и служим Ему, прекрасно, я тоже принял крещение и служил Ему много лет. Но часто в жизни необходимо делать, обновлять это, не обязательно собирать всю церковь и сказать, еще раз преподайте мне крещение, не обязательно это в большом кругу делать, желательно, когда муж с женой имеет такие отношения, что могут один перед другим это сделать. А если даже нет, один начни с себя самого, остановиться, обновить свое отношение с Богом, посмотреть на свою жизнь, что непонятно спросить, покажи Господи, чтобы Он изменил все это во мне. И начинать с ноля, с чистого листа, потому что вот, знаете, как вот на телефоне бывает, там напишем, а потом делать, нажмем одну кнопку, как будто ничего не было в компьютере, мгновенно. Господь также сможет чистый лист, вот убирает Господь, только в компьютере остается в памяти, а Господь говорит, я грехи бросил за хребет твои, то есть не поворачиваюсь и не вижу их, и не вспомню, никогда беззаконий твоих не вспомину больше. Вот как стирает Господь, это не компьютер, где остается в памяти, чтобы потом тебя поймать на чем-то. Вот так прощает Господь. Горит сердце, пока горит, пока работает. Ко Христу идите. Я помню, мой сын один подошел, как-то к маме, ему было годика, наверное, три, может быть, испуганных подбегает. Мама, 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 а что у меня здесь стучит, что-то стучит и держит сердце. А что стучит? Мама стоит, улыбается. А он не поймет, что мама улыбается. Что-то не так, значит, он понимает уже по-детски, значит, болеет, к врачу надо. Может, мама, может, мне плохо, может, я умру, у меня что-то здесь стучит, надо к врачу. Она ему говорит, не лая, он говорит, сынок, пока стучит, не надо к врачу. Пока стучит, все хорошо. Это твое сердце. Вот перестанет стучать, вот это страшно. Пусть стучит, оно будет стучать всю твою жизнь. Друзья, вот как горит сердце, как оно стучит, только сердце будет и дальше стучать, даже если и вы не решите сделать решение правильной своей проблемы. И вот, таким образом, хорошо нам здесь быть. И смотрите, что интересно, эти два ученика, они убегали из Иерусалима от того, чтобы их не схватили вместе с их учителем когда-то. Все, уже надеялись, было, уже про веру общения разговора нет, уже и надежды нет, но веры так мало, и силы не стало, и гаснут порывы любви, молитва так слабо, надежда увяла, вот все, да, полностью, кризис полнейший. Прошу, мой Господь, помоги уже, если хватит сил еще эту строчку пронести, пронести. Надежды нет, значит, веры нет, ничего нет. Они убежали, и все на этом остановилось. Когда они, говорят, не вгорело ли в нас сердце, это он был, и встав в тот же час, возвратились в Иерусалим. Куда? Где опасность? Где им грозит смерть? Где убили их учителя? Ну вот он живой. Как все меняется с одной встречи с Господом. Поужинали, посидели, поговорили несколько, и все изменилось полностью их жизнь. Они уже обратно бегут, не боясь ничего, не думая о никаких опасностях. Он там, Христос там. Где Он там хорошо? Где Иисус там хорошо? Неважно, где это. Как мой папа говорил, хоть в Кремле, хоть в тюрьме. С Христом везде хорошо. А без Христа и в Кремле тюрьма. А со Христом и в тюрьме прекрасно. Потому что так и есть. Если со Христом, вспомните, как написано, вспомните прежние дни ваши. Как выдержали великий подвиг страданий. Вот мы вспоминаем часто, особенно пожилые люди, от моего возраста, старше, жили в нищете, в бедноте. Я не такой старый человек, но помню, как мы не наедались вдоволь. Ну сколько было радости, как с теплотой мы вспоминаем то время нашей жизни. Потому что с Христом какое-то особое общение. Благослови нас Бог, чтобы оно не потерялось. И вот Господь сегодня говорит нам, что Он нам скажет. Он обращается и спрашивает. А спрашивает Он вот что, посмотрите. Луки, 8 глава. И подойдя, во время плавания их, он заснул, и на озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его, сказали, наставник, наставник, погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали сделать тишина. А теперь, внимание, удивительно, что произошло. Дальше. Тогда Он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто это? Кто же это? Что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему. Кто Он? Они с Ним в одной лодке. Он останавливает бурю. Они от удивления потеряли ту веру, которая у них была, или то понимание его. Кто Он друг другу? Это кто? Это кто? Кто с нами? Когда вышли они на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» «Умоляю тебя, не мучь меня». Он не спросил, «Ты кто?» Как ученики. А что такое? Дьявол верит. Верует и трепещет пред Богом. А у нас веры порой не хватает. Кто же Он? И Христос спрашивает, «Где ваша вера?» И тут же, через несколько времени, они видят, как бесноватый человек кричит, «Ты Иисус, Божий Сын!» Они говорят, «А кто Он?» Смотрите, оказывается, не столько важно, сколько мы со Христом, а кто мы сегодня. Где мы сегодня в отношении с нашим Богом? Где Он в нашей жизни? Куда ведут наши дороги? Нам иногда кажется, что мы в одиночестве. Нам иногда кажется, что мы всеми забыты. Все против нас. Если нас друзья оставили, дети не приходят или обижены, или еще что-то, проверьте свое сердце сначала. Если в вашем сердце все в порядке, то не отчаивайтесь. Один человек так сказал, «Когда я с Богом, я в большинстве. Пусть весь мир пойдет против. Пусть так было в истории пророков. Или я остался один, говорит, моей души ищут. Во-первых, он не один, а во-вторых, Бог великую славу совершил через него». Так было с другими, с апостолами, с апостолом Павлом не раз было. Он один и всех успокаивает. Успокаивает одном поднятием руки. Народ бушевал и кричали. Убить, убить. Смерть ему бушующий народ. В негодовании невменяемый, как одержимый, кричит толпа. Весь город собрался. Убить его кричат. Не могут остановить ни начальники, ни правители. Ну, по-нашему сказать, мэр города кричат. Бесполезно. Начальник полиции. Не работает ничего. Павел, которого бить хотят, он встал, поднял руку. И что написано? Сделалось глубокое молчание. «Ты один всю толпу остановил». Он говорит, я не один, я в большинстве, со мной Господь. Когда мы с Господом, все остальное, знаете, вообще не важно. Все остальное решает он. Он только хочет, чтобы наше сердце было вполне предано ему. И это самое главное, друзья. Самое главное. И вот мы пришли в церковь сегодня, в Дом Божий. И уйдем отсюда, надеясь, даст Бог. В каком состоянии пришли, в каком уходим. В таком или в другом. Если вам хорошо уже было, когда вы дома еще были, то здесь укрепилась наша вера, утешились наши сердца, и Бог поговорил к нам. Если нам было плохо, но мы набрались сил сделать шаг к молитвенному дому, это благословение. И отсюда вы уйдете хоть чем-то наполнено добрым. Хоть появятся мысли. Может, вы здесь не решите проблему сразу, но Бог начнет заниматься вами. Знаете, где он, там хорошо, там не может быть плохо. А плохо не потому, что тяжелая ситуация, может, работы лишились или чего-то, а плохо, потому что с Христом у вас какие-то отношения теряются. Я это знаю не по рассказам, в моей жизни тоже это происходило. И над этим надо бодрствовать. Я помню, знаете, в детстве нас очень всегда ругали, мы фильмы никогда не смотрели и правильно делали, я верю. И вот однажды вышел один фильм такой, кто-то из братьев посмотрел, разрешили нам его посмотреть. Это 90-е годы были, начало 90-х или конец 80-х. Это грузинский фильм, он называется «Покаяние». Он такой не совсем понятный, просто о новой жизни, о переменах в стране. Что интересно, я запомнил сюжет один, идет человек, заходит в село и спрашивает кого-то там из жителей, говорит, извините, а эта дорога к церкви ведет? Он говорит, нет, эта дорога не ведет к церкви. Он говорит, а зачем такая дорога, которая не ведет к церкви? Зачем она нужна? Куда она приведет? Вот раньше, знаете, вот километраж, когда или майлаж, ну, по крайней мере, в Советском Союзе километры, сколько остается, там столбики стоят, измерение было до центра города, до почты, почта в центре города. Ранее, или во многих селах сохранилась в центре города церковь, потом уже почту стали ставить, к церкови. И все дороги, по какой дороге ты не войдешь, в город или в поселок, иди прямо, упрешься в церковь, не обойдешь ее никак. Потому что церковь искать не надо, это смысл в этом заложен. Ее искать не надо, ты просто иди прямо. Ты не спрашивай, куда, просто иди, и подойдешь, и уткнешься в двери храма Божьего. Там преклонишься пред Ним, помолишься Ему, как и сегодня в Доме Божьем. Если вы идете по той дороге, которую не ведет церковь, это, конечно, больше сказать по интернету людям, которые не приходят в церковь. Не надо. Зачем такая дорога, которую не ведет церковь? Она вас приведет в другое место. Если она не ведет вас к Дому Божию, не ведет вас к святым, к братьям, сестрам, не ведет вас к молитве, уходите с этой дороги. Она опасна, может, очень красиво выглядит, но она опасна. Зачем идти по той дороге, которая не ведет к Богу, которой вы не видите Его с Ним рядом, с вами? Если вы Его не видите, зачем вам эта дорога? Ни на секунду не должна она быть в вашей жизни. Да благословит нас Господь. Подумайте, хорошо вам не только здесь, а домой, когда придете. Понедельник день тяжелый или тоже радостный будет. Если Господь, хорошо вам будет. Если потеряли Его, ищите, когда можно найти Его. Его сегодня можно найти. Ищите. Он не прячется, Он не убегает. Он только почувствует, что вы ищете, и выходит навстречу. Просто помолиться даже молитвой, такой, который давно не молились, горячей искренней молитвой, сказать несколько слов от сердца. Это и есть решение ваших проблем, по крайней мере, начало их решения. Да благословит нас Господь. Комулимся Ему. Аминь.